Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы порисуем осенние веточки. Давайте вот такую красивую веточку я нашла. Ой, отломала. Наверное, какие-то розочки, что-то вроде шиповника на ней раньше были. Так, и сегодня мы будем ее писать с помощью акварель. И так, простым карандашом я набечу линию, да, как у меня вот эта веточка будет располагаться. Отсюда идет основной, да, ствол. Здесь будет разделяться дополнительные веточки. Здесь вот основной ствол идет и на нас вот отрезками, да, получилось. И, собственно, веточки дополнительные. Здесь будет сюда пошла. Буквально легонько. Здесь такой бутон будет и на переднем плане. Тут еще вдаль уходят веточки. Также сбоку я добавлю какие-то фрагменты немножко других из листочков. Что-то такого плана, да. Вот отсюда будет идти вот такой листик. От него крупные, да, достаточно желтые. Вот листья отходят. Вот сюда. Ой, они крепятся прямо отсюда. Я неправильно сделала немножко. Но я буквально намечаю. Можно это делать акварелью уже сразу. И через какой-то отрезок вот сюда. Вот. И с этой стороны давайте тоже небольшую веточку. Совершенно другую. Вот она будет идти. Но мы листики буду насаживать опять-таки акварелью на нее. Вот. Такая открытка у нас будет красивой сегодня. Итак, мне нужно подобрать цвет вот этой веточки. Ну, самой ветки ствола как бы, да. Давайте я возьму краплак красный. О, больше воды надо. Краплак красный. Немножко добавлю сюда вот фиолетового. И можно такую небольшую капельку зеленого цвета. И все-таки больше, наверное, краплак красный. Водичку. Тоненькую кисточку я возьму 0. Водичкой окунаю. И аккуратно буду ввести линию вниз. Вот. Так. Сюда. Здесь она может быть потолще, да. То есть прям нажимом кисточки можно регулировать толщину линии. Такая более прозрачная, да. Здесь нужно набивать руку и тренироваться. Вот я свою тоже все пытаюсь набить. Ну, конечно, чем дольше, да, не спеша все это делать по времени, тем линии будут аккуратнее. Но, учитывая, что мне надо записать видео, я не могу прям долго там записывать что-то. Так. Продолжаем. Я немного отвлеклась, отошла и краска у меня уже прям подсохла. Аккуратно вот веду вниз веточку, да. Дальше вот здесь крепится такая вот капля воды, краски. И вот сюда можно вывести такую тонкую линию. Дальше вниз я веду. Сейчас немножко сюда добавлю. Вот. Водичку и крапла красный, да. что мне цвет закончился. Вот. Тони курию. Крепим сюда веточку. Сейчас каплю воды. Дальше вот. Такой, как бы, срез идет. Веточка. И здесь вот в сторону, да, будет идти. Аккуратненько. Теперь я добавляю сюда, давайте возьмем прям умбру сженую. Сейчас. И такой плавный переход в умбру будет. В этой веточке. Конечно, у меня толстовато получилось. Такой острый срез. Опять-таки вот перо умбруженное. И вот сюда. Здесь такой засохший бутон будет. Потому что она потолще. Сейчас все раз покажу. Вот. Теперь будем делать листочки. Листочки я буду делать кисточкой потолще. Сейчас посмотрю. Они такие все. Прям возле основания. Давайте возьмем, подберем цвет. Например, кадми желтый. Сейчас я возьму кадми желтый. Начнем с него. Так. Здесь такой листочек сделаем. Дальше в него вот я с палитры беру вот такой вот цвет. Прям добавляю. И добавляю сразу как резьбу. То есть такой. Немножко не особо острая она получилась. Вот. Теперь давайте возьмем. Ну я карминовый взяла. Можно опять-таки краплак красный. И аккуратненько по бокам. Вот такие вот листочки делаем. И пока вот по мокрому сразу можно добавлять в них пятна с цветами. Немножко расплывается. И такие острые листочки делаем параллельно. Вот. Когда краска подсохнет, можно будет сделать фактурку, да. Ну, собственно, таким образом я делаю листочки столько, сколько мне вот надо. Композиционно. Вот. Сюда давайте добавим. Листочек. Покругле. Покругле. И сбоку немножко с зелёным я смешаю. Он как бы на нас смотрит. Крепится таким образом. А дальше вот эту веточку я порисую. Остальные поставлю на стоп. Дорисую сама. Потому что они по одному и тому же принципу делаются. Зелёный цвет я беру. И вот аккуратно. Он так на сепью что-то мне похож. Сейчас побольше зелёного сюда добавлю. Вот. Вот. И резьбу такую можно показать. Капельку. Сюда же я беру краплак красный. Вот. Вот такой вот переход получается. Больше краплак красный. Вот. В другую сторону, да. И аккуратненько листочек вот такой делаем. Здесь с зелёным я смешаю. Лис, например, он загнулся, да. И немножко мы его сбоку как бы видим. Вот. Из-за него выглядывает зелёненький. Там буквально чуть-чуть виднеется. И вот смешиваем два вот этих цвета. Вот. Листочек, да. Делаем здесь. Дальше. Следующую веточку. Такой небольшой листочек. И он как бы крепится у нас там. Дальше я беру зелёный цвет. Аккуратненько. Креплю его опять-таки на веточку. Немножко покруглее сделать. И здесь как бы на нас смотрит листочек. Вот. Следующий листочек тоже по бокам. Раз. И с другой стороны листочек у нас виднеется. Два. Добавляю аккуратненько цвет. Аккуратно насколько это у меня получилось. Правильно так сказать. Можно тоненькой кисточкой теперь взять фиолетовый цвет. Вот. И постараться так пройтись по резьбе. Прям тихонечко-тихонечко. Ну ладно, пусть они высохнут. Потом пройдёмся. Так, я беру фиолетовый. Вот здесь подмешиваю. И покрупнее делаю листочек. Он такой реально имеет тёмно-фиолетовый оттенок. Немножечко зелёного добавляю сюда. Так. Ну и собственно здесь листочки. Вот. И крепим их на веточку. Вот этот там как бы он боком у нас идёт. Вот. Внутри мы видим. А вот. Красный я беру. Такой красный оттенок. Он так загнулся. Вот. Ну и есть там веточку. Да, может тоже поярче сделать. Слишком там бледная. Пошла. И вот эти листочки я сейчас сама дорисую, наверное. И потом покажу, что будем делать дальше. Кстати, вот напишите в комментариях. Надо полностью всё с вами рисовать. Сейчас ещё парочку сделаю. или же как бы можно что-то пропускать. Я не очень понимаю, как вам удобно. Кто рисует со мной, напишите, пожалуйста. Так. Потом вот сюда давайте вот листочек такой я сделаю. Виолетовый возьмём. Вот. Внутри потемнее будет. И вот листочки, да, добавляю. Зелёненький цвет также берём. Вот так. Ещё зелёного возьмём. Вот сюда добавляю. И вот там рядышком. Листик ещё один будет. Беднец там. Вдалеке. Вниз листочек идёт. Такая вот совсем цветная веточка у меня получилась. В общем-то дорисовала несколько листиков. Сейчас я сделаю, буквально с палитры возьму там на фоне. Какие-то листочки. То есть они сзади, да, могут идти. А потом боком. Сбоку, да. Краску беру такую попрозрачнее. То есть водички имею ввиду побольше, да. Возьмём. А теперь вот такую штучку я хотела написать. Давайте возьмём сепию. Сейчас сначала возьму кисточкой потолще. И отсюда буду брать тоненькой кисточкой. Погущий. Единственное взять. Цвет. И аккуратненько. Там такая штука, она уже сухая. Шарик, да. Вот. На ножке. Здесь будет где-то там темнее, да. Где-то вот эти штуки посветлее. Сейчас водичку можно взять. И такие кракозябры в разные стороны торчат, завиваются. Вот. Делаем аккуратненько. Угу. И немножечко можно, знаете, взять упряжённой водичку. И внутри вот так. Оп. Подкрасили. Вниз пошла такая штука. И она идёт по, как бы, ветке вот этой. Так. Сейчас. Сепью. Ну, конечно, тут она не высохла. Пока так нежелательно делать. Всё потекло. Немножко теперь возьму зелёный цвет. О, слишком зелёный. Улички побольше. Вот. Смешала я. Вот. Чтобы плавный переход. Вот. Вот. Водичкой так. Оп. Я прошлась. Здесь вот она крепится. Вот. Теперь я опять-таки вот взяла с палитры цвет. по правой стороне пройдусь, сделаю потемнее такую полосочку. Вот. Вот. По всем веточкам. И на некоторых листочках можно показать фактуру. так. Видео здесь не выключилось. У меня бывает такое, что раз и выключилось. Так. Аккуратненько. Вот. Тоненькая кисточка, да. Я вот прохожусь по вот этой стороне. Так. Ну, вот сюда. Так. Рядышком. Ну, здесь-то давайте вот себе еще раз тут пройдусь. Тоже вот по краю. Максимально. Тут у меня прям руки трясутся. Так. Прошлись мы. Ладно. Эту штуку оставлю пока. И нужно поделать мне рядышком вот эту вот веточку. Так. Теперь веточку вот сюда добавим. Такую. Аккуратненько. Тоненькая кисточка. Я смешиваю вот охру желтую. С цветами, которые у меня были на палитре. Буквально. И собственно вот эту вот саму веточку делаю. На которой крепятся листики. Вот этот вот он идет как бы от длинной. Да. Остальные крепятся прямо вот отсюда у основания. Поэтому я возьму толстую кисточку. Десятку. Давайте возьмем вот этот вот цвет. Опять-таки охру желтая. Водички побольше. И аккуратненько вот прям нажатием кисточки я делаю. Листок вот такой вот с резьбой. Вот. И так добавляю. Действительно поярче. Побольше желтого взять. Вот. С двух сторон. Да. Теперь с этой стороны. Он как бы наверное получится заходит на вот эту веточку. вот. И вот сюда уходит в одну и в другую сторону. Тоненькой кисточкой можно показать. вот как тут идут фактура да. Центральная. Так. И аккуратненько да. Вот по сторонам. И то же самое вот на всех. Вот здесь они крепятся по центру и уходят по сторонам. Аккуратненько. Вот здесь они сделаем. Вот от центра идут сюда. И какие-то точки прям можно сделаем. Так. Так. И в другую сторону. Вот. И по центру давайте тоже немножко вот. Децентральную линию. Тоненькую полосочку такую сделаем. Вот. Дальше веточка рядышком вот такого плана будет. Нужно взять краплак красный. Тут с коричневым я смешаю. Ильсей придавайте. Больше краплака красного. И собственно саму веточку давайте сделаем. Сюда, сюда. Тут тоненькие какие-то уходят. У нас получилось это более прорисованные. Эти такие фоновые. И вот сюда. В бок уходит веточка. Давайте желтый цвет возьмем. Только чтобы был переход плавный. Пусть пока она подсохнет немножко. Здесь у этой веточки я хочу сделать. У нее есть такие шипы. Очень характерные. Тоненькая кисточка. И плюс еще какие-то почки. Так я влезла в мокрую краску. И вот давайте сделаем вот такие вот периодически шипы. Здесь, здесь. Аккуратненько. По росту, да, веточки. Всякие. Колючки. Ну вот. Аккуратненько. Тоже не переборщить. Добавили. И теперь на веточку. Используем скисточку тройку. Несколько таких вот красивых листочков цветных. Они имеют такую почти круглую форму. Ну не круглую, овальную. Но такую круглую. Кругловато. И украпления. Таких цветов сделаем. Красного. Зеленого. Тут разные в принципе. Они уже, знаете, отходят. Почти все листья отвалились у нас. И не такие насыщенные, как вот были неделю назад две. Есть один. А с этой стороны пока это не стало, он отвалился. Ну я здесь не буду прям много добавлять. Несколько штучек добавлю. Так. С другой стороны. Здесь тоже нужно сделать вот такой щепки. Зелененький. И сюда так. Несколько штук. Так. Так. Плюс цвет, да, еще сюда добавим. Угу. Эти желтые немножко. Так. Ну вот такая маленькая веточка. Тоже там колючки на ней какие-то растут. Вот. Вот. Небольшая. Вот. Небольшая. Тяжелая. Тяжелая. Верх вообще пустой. Поэтому. Какими-то большими пятнами. Чисто фоново. Сейчас я сделаю листочки. какие-нибудь. Такие буквально нажатием кисти. Кисти я взяла пятерку. И вот. Такие вот листочки, да. Даже вот побольше водички, да, добавить. Атмосферность. Пыли Венис у нас. Вот. Ну. На этом все. Такая вот открыточка. Не забывайте подписываться. И если хотите прорисовать индивидуально онлайн, пишите ВКонтакте или в Телеграм. На этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока.